Вы обязаны подчиняться. Пожалуйста, камеру выключите. Вы обязаны подчиняться. Я считаю, что судья Маслова злоупотребляет процессуальными правами. У нас открытое судебное заседание. Без каких-либо законных оснований были удален слушатели. Ваши голословные заявления ничем не подтверждены. Это первый момент. Второй момент. Согласно предыдущему судебному заседанию, судья вынесла определение об обязать явку моего доверителя в суд. Соответственно, мной было подано 5.05.23 числа ходатайства повторного от моего заявителя за его подписью о том, что участвовать он не будет и ссылается на соответствующие нормы. Вы заявляете ходатайство председательствующему? В чем состоит ваше ходатайство? В связи с чем? По каким основаниям? Я не заявляю сейчас ходатайство. Как это вы не заявляете? Вы заявляете отвод суду. В связи с чем вы полагаете, что суд в данном составе не вправе рассматривать настоящее гражданское дело? Сошлитесь, пожалуйста, на конкретное основание, предусмотренное статьей 16 ГПК РФ. Если вы не будете меня перебивать, я закончу свою мысль. Я ссылаюсь на то, что в данном судебном заседании судья ведет себя крайне предвзято, грубо нарушает нормы ГПК. Какие именно? Это касается явки моего доверителя в суд. Это касается открытости судебного заседания. Это касается видеофиксации данного события. Я, потому что мной заявлялась ходатайство, если вы помните о том, чтобы производить видеосъемку, вы мне отказали. У меня устойчивое сложилось впечатление о том, что суд встал на сторону, в данном случае, ответчика и подыгрывает. Я считаю, что ваше поведение недостойно звания судьи. Это мое личное мнение. Более того, я хочу подчеркнуть... То есть вы ставите под сомнение вообще мой статус как судей или вы все-таки заявляете отвод председательства? Я заявляю отвод судей и объясняю почему. Почему? То, что ваше поведение говорит о том, что вы ведете себя, на мой взгляд, недостойно звания судей. Вы в открытую проявляете заинтересованность в исходе дела. А в чем состоит заинтересованность по вашему мнению? Поясняю. Значит, вы неоднократно давите вместе с ответчиком на то, чтобы заставить моего доверителя прийти в суд. Это первый момент. Второй момент. Вы необоснованно требуете рассмотрения вопроса касаемо каких-то там выполненных работ. Вы прекрасно знаете закон о защите прав потребителей. Вы прекрасно знаете статью 16. Вот этот вопрос ни о чем, о том, какие-то там работы выполнены, не выполнены, не имеет никакого отношения. Есть договор. В договоре должны быть прописаны конкретные услуги платные. Нужно сейчас по существу давать пояснение. Вы поясняете свое ходатайство об отводе судьи. Сошлитесь, пожалуйста, на норму, право Гражданского процессуального кодекса. В связи с чем вы полагаете, что суд в данном составе не может рассматривать настоящее дело? Я вам уже сослался на те обстоятельства. Я, к сожалению, не могу помнить все наизусть. Ну, мне не составит сложности там какая-то 16 или какая-то статья. Сейчас посмотрим. Да, в соответствии с статьей 16. Ну, так а зачем вы мне спрашиваете? Вы не экзамен устраиваете? По каким основаниям? Там несколько оснований. Я вам сказал, какие основания. Ваши действия вызывают сомнения в вашей беспристрастности, заинтересованности. Это часть третья, статья 16. Хорошо, пожалуйста, мнение представителя ответчика. Уважаемые суды, мы смотрим по поводу судей, выражаем. Кроме того, мы усматриваем в действиях господина Мамаева признаки состава преступления, предусмотренные части 1, части 2, статьи 297. Многочисленная судебная практика, в том числе операционных и кассационных судов, нам показывает, что безосновательный отвод суда указывает на неуважение, а также оскорбление участников процесса. Кроме того, у нас есть все доказательства оскорбления, сомнения в квалификации судьи, оскорбление участников процесса. Ну, далее мы подадим позже ходатайство. Уважаемый суд, прошу зафиксировать данное высказывание. Мною будет подано заявление о клевете и 306-я статья, заведомо ложный донос, потому что у вас нету и быть не может никаких доказательств по поводу моего оскорбления. Я в своем поведении всегда веду себя крайне корректно. Суд разрешает данное ходатайство. В соответствии со статьей 16-й, как уже у нас указывал представитель ИСЦА, у нас с гражданским процессуальным кодексом предусмотрено основание для отвода председательствующего по делу. В данном случае у нас сторона по делу ссылается на пункт 3-й, указывая о том, что имеются сомнения в беспристрастности председательствующего по делу, имеются сомнения в том, что судья не имеет заинтересованности о том, что возможно производилось лечение в данной компании. Суд информирует, что в данной компании председательствующий по делу никогда не проводил лечение зубов, никогда не оказывались стоматологические услуги данной компании, либо иной коммерческой компании. Кроме того, суд с учетом статьи 16, 17, 18 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не находит основания для удовлетворения ходатайства об отводе суда, поскольку никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность суда, либо каким-либо образом поставить под сомнение отсутствие заинтересованности в исходе дела, стороной исто не представлено. Еще какие-то... Что значит не представлено? Суд ваше ходатайство отклонил. Пожалуйста, присаживайтесь. Возражение. Я могу сделать возражение? На данный момент я считаю, что судья заведомо говорит недостоверную информацию, потому что я конкретно указал, что было предыдущее судебное заседание, и до предыдущего судебного заседания рассматривался один и тот же вопрос. Вопрос о участии моего доверителя в судебном заседании. Изначально судья сделала разъяснение о том, что это право, а не обязанность, даже пояснила в связи с чем. Но судья изменила свою точку зрения и начала рассматривать по-другому. Более того, несмотря на то, что я неоднократно обращал внимание на те обстоятельства, по которым мой доверитель не желает участвовать, не хочет и не может, все равно шло давление. Игнорировалось мое участие стороны истца. Более того, я вынужден был подать ходатайство, которое, надеюсь, сейчас будет рассмотрено, о том, что все-таки не давить на моего доверителя и рассматривать дело с участием представителя. Более того, я вынужден был расписать, по каким основаниям считаю, что судья ведет себя некорректно. Я могу огласить это ходатайство. Ходатайство о чем? Мы еще не начали суд, вы заявили отвод суда, который был разрешен. Пожалуйста, присядьте. Мы ходатайство будем разрешать дальше. Выражение я сделал, хорошо. Зафиксировано. Дело рассматривается в составе председательства судья Маслова и пресс-секретарей Житниковой. Отводы у нас разрешены. Какие-то ходатайства теперь имеются со стороны представителей? 5.05.2023 года за входящим номером 20.371 мной как представителям истицы Горицкой Ольги Ивановны было подано ее ходатайство повторное за ее подписью о том, чтобы дело рассматривали с моим участием. Только почему оно повторное, непонятно, поскольку у нас другого письменного документа в материалах дела о рассмотрении без участия истца не содержится? Потому что было ранее подано ходатайство от 28.03.2023 года. Оно было подано в судебном заседании. В том числе туда также была подана справка из медучреждения. Справка из медучреждения? Да. Одновременно было подано ходатайство, в котором сказано «Прошу указанное выше гражданское дело рассматривать в мое отсутствие с участием моего представителя Мамая Владимирова Владимировича». Хорошо. В новом повторном ходатайстве мы более подробно расписали. Хорошо, да. Получено и ходатайство, и справка приобщена к материалам дела. Так, судом будет оглашено повторное ходатайство данное. Еще какие-то ходатайства до начала судебного заседания нет? После того, как будет рассмотрено данное ходатайство, будет еще ходатайство. Продолжение следует... В ответ на данное письмо было получено ходатайство о том, что просит рассматривать без ее участия, с участием представителя Мамаева Владимира Владимировича, повторно сообщает, что не будет участвовать в судебном заседании. Это обусловлено не только состоянием здоровья, а также тем, что 12.05.2023 будет находиться за пределами Мурманской области на отдыхе. Кроме того, дополнительно сообщило, что Мамаев надлежащим образом уполномочен на ведение дела в суде путем выдачи нотариальной доверенности. Сама Горицкая Ольга Ивановна следит за ходом разбирательства в суде по материалам, которые предоставляет Мамаев аудио и видеозаписи. Полностью Мамаев владеет ситуацией, позиция ИСЦА с ним согласована, в интересах ИСЦА он может ответить на любой вопрос суда и ответчика. Судом получено данное ходатайство, оно подлежит приобщению к материалам дела. Следующее ходатайство. Я не услышал разрешения его по существу. Вы же только присутствуете. Суд будет решать вопрос о возможности рассмотрения дела далее, после иных ходатайств. То есть вы откладываете рассмотрение данного ходатайства на потом? Не на потом, а до разрешения всех ходатайств и до вопроса о возможности рассмотрения дела по существу при данной явке. Я и говорю, что вы откладываете рассмотрение на данную секунду. Есть еще ходатайство. Прошу приобщить материалы дела договор наказания мной юридических услуг моей доверительницы. Мои услуги оказаны на сумму 27 500 рублей. Обозреваются представленные документы договора об оказании юридических услуг, задание заказчика и чек об оплате о получении денежных средств, об оплате исцом денежных средств представителю. Есть возражения против приобщения данных документов? Нет, уважаем. Суд определил приобщить представленные документы к материалам дела. Еще ходатайство. В связи с тем, что мы обсуждаем вопрос, который не имеет отношения к делу, а именно получение якобы моей доверительницы платных услуг в рамках договора, вынужден просить приобщить материалы дела ту услугу, которую заявляет ответчик о том, что она платная, в то время как она представляется в данной клинике как бесплатная. То есть мной сделана соответствующая фотография, имеется видеозапись. Да, то есть здесь четко сказано про гиенов подарок. Уважаемые пациенты клиника Кристалл, хотим выразить свою благодарность за ваши отзывы о нашей клинике и подарить, ну тут очень много герметических ошибок, вам комплексную чистку полости рта, включающую в себя снятие над и поддесных, поддесных, зубных, ну короче, вот это вот то, что они там по-моему за 18 тысяч заявляют. Да, ну то, что они там хотят 18 тысяч, то есть та услуга, которая в других поликлиниках стоит, ну 3 тысячи, ну 2 тысячи, ну не 18 тысяч, не те суммы, которые, я к чему это все веду? Да, это размещено, это размещено прямо на ресепшене, да? На ресепшене, да, это стоп-кадр с видео, как бы естественно я это фиксировал, у меня несколько видеозаписей в разные дни, когда я заходил. Ну, это акция, вот судя по всему, подробности об акции уточнять у администратора, да? Правильно? Ну, наверное, наверное. Я к чему это веду? К тому, что, в принципе, я не хотел вообще это обсуждать, потому что вопрос каких-то там работ, неважно, выполнялись они, не выполнялись, они имеют никакого значения для данного дела, потому что мы рассматриваем конкретный договор. Я очень четко сказал о том, что договор заключен не до конца, он рамочный. Понятно, вы не хотели, но вы просите приобщить к материалам дела, правильно? Да, да. Есть возражения против приобщения? Есть пояснение, уважаемый суд. Нет, возражения есть против приобщения? Возражения нет, но, опять же, я не могу сказать, что это снято у нас в клинике, это непонятно какой документ. Ну, в следующем, если будет необходимость, можем обозревать тогда видеозапись. Суд определил приобщить к материалам дела представленную фотофиксацию. Обращайте внимание на необходимости при рассмотрении данного дела обратить внимание суда на статью 16 закон о защите правопотребительных. Да, часть третья, в частности, этой статьи, где четко сказано, что если какие-то работы выполнены, но согласованы письменно, они не были с пациентом, они не подлежат оплате. А если даже они были оплачены, то деньги подлежат возврату. Тот договор, который мы рассматриваем, там есть... ...существу уже даете пояснение. Заранее обращаю внимание, что сейчас, если очередной раз будет заявляться об экспертизе, это... У нас это ходатайство не разрешено, и еще мы его будем разрешать настоящим судебным заседанием. Обращаю внимание, что уже сколько судебных заседаний прошло, мы не можем приступить к рассмотрению дела по существу. К рассмотрению дела по существу приступали, но откладывались или объявляли... Данный момент пока нету. Пожалуйста, есть ходатайство у представителя ответчика? Да, уважаемый суд, в связи с выяснением новых обстоятельств, а именно, были обнаружены признаки состава преступления, предусмотренные в первую часть, в первую часть, в вторую, 297, у нас есть ходатайство о нанесении частного определения суда. Уважаемый господин Малмаев, нарушение статьи 10, статьи 157 гражданского процессуального кодекса совместно со своим приятелем, они знакомы, это тоже можно доказать, проводили противоправные действия при запрете суда на проведение видеосъемки. Далее, эту видеосъемку господин Малмаев опубликовал в своих соцсетях с надписью, уважаемый суд, данное обозрение, с надписью следующего характера. Ответчик просто бла-бла-бла, судья забыл про ГПК. То есть мы считаем, что данным высказыванием господин Малмаев нарушил статью 297, а именно оскорбил участников процесса, высказал сомнения в квалификации профессионализма председательства. Кроме того, нарушил федеральный закон 157 о защите персональных данных и 38 закон о рекламе, поскольку здесь была выставлена информация по касанию юридических услуг. Кроме того, мы считаем, у нас есть все основания полагать, что господин Малмаев ввел Горицкую Ольгу Николаевну в заблуждение, поэтому мы хотим, чтобы уважаемый суд вынес частное определение о проверке данных обстоятельств. Неоднократно господин Малмаев говорил о том, что дословно прям она не будет, я запрещаю ей участвовать в суде, то есть он оказывает давление на Горицкую. Далее, обстоятельства знакомства с Горицкой тоже были озвучены, то есть на господина Малмаев вышел сын Горицкой, и они договорились о том, что будет заключен договор об оказании услуг. Кроме того, ранее в соцсетях под одним из постов было высказано, этот пост удаленный, я думаю, что если будет назначено следственное мероприятие, это нужно восстановить, значит, он, господин Малмаев, оказывал рекламный, скажем так, посыл под этим постом о нашей клинике, что я у них все выиграл, обращайтесь, я верну все ваши деньги. То есть у нас, дальше, в этот раз, у нас не было договора даже об оказании юридических услуг, в этот раз он нам его представил, хотелось бы, конечно, с ним ознакомиться, но опять же таки, под каким воздействием подписывался этот договор. Мы считаем, что господин Малмаев совместно с сыном Горицкой оказывал воздействие на Горицкую, потому что ранее при посещении нашей клиники Горицкая была согласна с тем, что мы вернем деньги за неоказанные услуги, а денежные средства за оказанные услуги, и, естественно, мы изыщем из той суммы, которая была уплатена. Вы сейчас подписаны на видео? Да, уважаемые подписаны на видео. Еще, кроме того, нами было исследовано, проведен анализ деятельности господина Малмаева, ну, потому что здесь, на самом деле, уже идет какой-то буллинг со стороны Малмаева, поэтому, конечно же, мы занялись таким серьезным расследованием. Значит, мы считаем, что господин... Судача с чему и статью знаете? Так, не нужно прерывать, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что это происходит? Ну, пожалуйста, 158-я статья ГПК, штраф с последующим удалением завоза заседания. Мы не находимся... Вы ГПК знаете? Пожалуйста, не перебивайте, вас не перебивали. Ну, а что сейчас происходит? Вот это что сейчас происходит? Я заявляю ходатайство, точно так же, как... Вы оскорбляете на данный момент и клевещете на меня. Суд делает замечание представителю ИСЦА. Значит, уважаемый суд, мы считаем, что господин Мамаев, нарушение статьи 14.1 КАА занимается незаконной предпринимательской деятельности. Ранее у господина Мамаева было открыто идеальное предпринимательство. Основной деятельности курьерская доставка. ИП ликвидировано в 2014 году. Кроме того, было организовано общество ограниченной ответственности с таким же АКВЭДом, с такой же основной деятельностью. Курьерская доставка, где господин Мамаев являлся учредителем и директором общества ликвидировано в 2019 году по решению налогового органа. Поэтому мы считаем, что необходимо направить налоговый орган в органы дознания проведения противоправных деяний со стороны Мамаева по статье 198 УК и по статье 14.1 КАА. Обязанность по уплате налогов и сборов у нас прописана в главном законе нашей страны, Конституции Российской Федерации. Это все в письменном виде, с обоснованиями. Есть выписки, но они... Пожалуйста, вы сами-то обращались с правоохранительными органами? Нет, уважаемый суд. С данными подозрениями, с данными материалами. А в связи с чем у нас стороны считают, что в гражданском процессе суд вдруг должен выносить частное определение в адрес лица, который не является должностным лицом. У нас в соответствии со статьей 226 частное определение выносится в адрес должностного лица. Если у нас сторона полагает, что в отношении нее совершены какие-то противоправные действия, вы вправе обратиться в правоохранительные органы? Вы вправе обратиться в том числе и в налоговую инспекцию самостоятельно? Это понятно. Мы ходатайственное унесение частного обвинения, потому что здесь задействовал председательствующий суда. То есть оскорбление нанесено не только мне лично, но и председателю суда, председательствующему. Поэтому здесь ссылка, полное обоснование. Пожалуйста, мнение представителей. Уважаемый суд, вот, скажем, то, что я сейчас услышал, мы долго слушали, послушайте у меня уже, для зрителей, для моих, да. Вы правильно заметили. Вы все-таки ведете видеозапись? Ну, зрители у меня имеется в виду, что зрители, которые смотрят меня. На данный момент идет аудиозапись. Вы ведете видеозапись? Нет, я не веду видеозапись, я веду аудиозапись. Вы об этом прекрасно знаете. Чтобы мне каждый раз не запрашивать протоколы, и мне достаточно то, что я самостоятельно веду аудиозапись. Значит, то, что касается услышанного. На данный момент я услышал свой адрес очень много обвинений беспочвенных. Беспочвенных, причем обвинения меня... Никто это конкретно по ходатайству. Мы не будем рассуждать сейчас, какие там они почвенные или беспочвенные. Уважаемый суд, мнение относительно данного ходатайства. Я выражаю свое мнение, потому что мы очень внимательно и долго слушали. Ну, мы вас точно так же внимательно и долго слушали. У меня, вы знаете, помимо вашего судебного заседания, мы еще не перешли к рассмотрению дела по существу. Мы только разрешаем ходатайство уже час практически. Но вы не остановили ответчик, а меня останавливаете. Я не останавливаю вас, я прошу вас кратко и емко высказать свое мнение. Я хочу высказать мнение по каждому пункту, который был изложен. Начнем с того, что там кто-то увидел бла-бла-бла и председательствующий нарушает ГПК. Здесь и оскорбление, я не вижу здесь никакого оскорбления. Если уж так говорить, это личное мнение, которое обосновано определенными вещами. И наверняка они чем-то подтверждаются, да? Это первый момент. То, что касается обвинения меня, что я там на кого-то оказываю давление или еще что-то. Так вот, вы оказываете давление, когда устраиваете тут спор против нашего искового заявления. Вы к председательству обращаетесь? Значит, уважаемый суд, хочу обратить внимание. Я всегда себя веду в рамках законодательства. То, что у меня было в свое время ИП и общество с ограниченной ответственностью, да, это было. Мы все в свое время занимались бизнесом. Я сейчас веду также официальную свою деятельность, оказание услуг. Я на данный момент ни ИП, ни ООО самозанятый. Если вы обратите внимание, да, там официальный чек, естественно, начисляются налоги, там, физических лиц 4%, там, физических 6%. Все официально, что вас смущает. И денежки с вас взыщут за судебные расходы в случае, если решение будет в пользу моего доверителя. Правильно суд понимает, что вы полагаете данные податься не обоснованным, не подлежащим удовлетворению? Именно так я считаю, что засорять материалы дела обстоятельствами, касающиеся меня лично, где вы не имеете никакого отношения, нельзя даже вообще-то приобщать. Потому что, уважаемый суд, я бы более детально обратил внимание, что вот этот пункт 4.8 договора о показании медицинских платных услуг, он ничтожен. Что само по себе является обманом потребителем. Вот здесь разумно было вынести частное определение. Мы сейчас разрешаем ходатайство. И вы уже также заявляли ходатайство о вынесении частного определения в отношении ответчика. Сейчас мы разрешаем ходатайство в отношении вынесения определения частного в ваш адрес. В отношении ответчика. А если я вас обращаю внимание, что в договоре умышленно внесены пункты, которые являются ничтожными в соответствии с законодательством о защите потребителей. И именно пользуясь вот этими условиями, людей обманывают и вводят в заблуждение. То есть, искусственно, зная, что это нельзя так делать, они тыкают в это. Понимаете, у меня не первый потерпевший. Вы правильно понимаете, что вы против удовлетворения данного ходатайства? Против, да. Я считаю, что материалов дела не должно быть. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Разрешается заявленное ходатайство. Суд считает, что необходимо отклонить данное ходатайство, поскольку у нас статья 226 ГПК РФ гласит о том, что частные определения могут быть вынесены в адрес должностного лица или организации. В данном случае у нас представительница не является должностным лицом. Доводы стороны ответчика о наличии признаков состава преступления и правонарушений подлежат проверке иными органами правоохранительными. Суд разъясняет право стороне ответчика обратиться с соответствующими заявлениями, если имеются такие основания. Кроме того, вынесение частного определения является правом и не обязанностью суда. Суд таких оснований не усматривается. Зачем удовлетворение данного ходатайства отказывает? Ну, вместе с тем, поскольку данное ходатайство заявлено и оно разрешено судом, все документы, которые данному ходатайству подлежат приобщению к материалам дела. Есть необходимость ознакомиться? Да, уважаемый суд, есть необходимость, потому что на данный момент, как я обратил внимание, в отношении моей частной жизни производится незаконный сбор. Соответственно, мной будет подано заявление по статье 137, по статье клевета 128.1 и по 306, потому что цель была конкретна, чтобы данные документы дошли до правоохранительных органов. То есть, в данный момент заявитель заведомо предоставляет недостоверную информацию. Суд объявляет перерыв в судебное заседание. В судебное заседание после перерыва объявляется продолженный представитель, сказано, перефотографировал себе данную ходатайство, да, с мастерами, правильно? Да. Ходатайство разрешено, еще какие-то ходатайства у председателя ответчика имеются? Нет, уважаемый суд. Разрешается вопрос о возможности начать рассмотрение дела по существу при данной явке. Как уже суд изложил ответ на запрос суда, у нас истец Горицкая высказала свое желание не участвовать в процессе лично. Еще раз указав, что она ведет дело через представителя, Пожалуйста, мнение представителя ИСЦА, нет возражений. Третье лицо у нас извещено в надлежащем образовании. Я считаю, что мы давно уже должны по существу рассмотреть дело и закончить. Хорошо. Спасибо вам, пожалуйста. У нас, уважаемый суд, есть возражения, к этому ходатайству не приложим документы, доказывающие отсутствие ИСЦА в городе Мурманске. Но, опять же, почему мы не можем рассматривать без ИСЦА, потому что у нас есть существенные противоречия. То есть мы считаем, что... Мы уже озвучивали это, мы считаем, что ввели заблуждение у Горицкого, поэтому... Хорошо, понятно. Суд считает возможным начать рассмотрение дела по существу при данной явке с учетом заявления Горицкого, подписанного ею лично и подписанного представителем ИСЦА также. Так. Значит, у нас ИСЦА обратилась в суд, указав, что между ней и ООН Кристалл был заключен договор на указание платных стоматологических уходов, была предоплата в размере 133 510 рублей, полная стоимость кредита составляет 24 388 рублей 20 копеек. С 16.01.2023, естественно, уведомил ответчика в отказе от получения платных медицинских услуг и потребовало в 10-дневный срок, со дня предъявления требования, возвратить уплаченную ею денежную сумму 133 510 рублей, следить с расторжением договора. 24.01.2023 года на банковский счет от ответчика произведено зачисление денежной суммы в размере 54 270 рублей. Таким образом, не возвращены денежные средства в размере 79 240 рублей. Ну и с учетом уточнения требований у нас истец просит взыскать предоплату по договору в связи с расторжением в размере 79 240 рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, убытки в связи с отказом возвратить предоплату, размер убытков составляет 24 388 рублей 20 копеек, штраф в размере 40% от суммы в пользу потребителя, от суммы взысканной судом, а также взыскать судебные расходы. Представитель лица поддерживает заявленные предупреждения? Да, поддерживаю. Представитель ответчика угрожает? Да, поддержаем. Так, ну мы уже в несколько судебных заседаний все-таки разбирались о том, какие документы были подписаны из суммы ответчика, какие услуги были у нас предложены стороной ответчика. Сторона ИСЦА у нас указывает на то, что никакие услуги оказаны не были, и у нас было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы. До разрешения данного ходатайства какие-то дополнения, мы не говорим о том, что необходимо повторяться, повторять те доводы и основания, которые ранее были изложены, нет необходимости. Какие-то дополнения к иску имеются у представителей ИСЦА. Я вам хочу обратить внимание, что никакая экспертиза не ответит на вопрос, который интересует представителя ответчика, если работы какие-то проводились, где они проводились. То есть это вообще не по существу, экспертиза будет по делу. Это первый момент. Второй момент, это не имеет никакого юридического значения, как я ссылался на суде 16 закон о защите прав потребителей, там четко все расписано. Хорошо, то есть вы возражаете просто на значение судебной экспертизы? Хорошо, пожалуйста, у представителя ответчика какие-то дополнения имеются? Нет, уважаемый суд. Поддерживаете ранее заявленное ходатайство о назначении судебной экспертизы? Суд разрешает заявленное ходатайство. С учетом все-таки обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, суд не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства о назначении судебной экспертизы, поскольку у нас речь идет не об оказании некачественных услуг, а об оказании услуг вообще. В связи с чем назначение судебной экспертизы в данном случае суд считает нецелесообразным. Так, пожалуйста, какие-то дополнения по иску у ИСЦа имеются, представители? ИСЦ, когда приходила в эту клинику, она пришла на бесплатные процедуры, рентген, консультация и все тому подобное. То есть задача работников данной клиники любыми путями заманить к себе пациента. Хочу обратить внимание, что в договоре никакие услуги не прописаны. Вот это я прошу... То есть вы на это обращаете внимание? Так это самое основное. А почему вы прикладываете вот это проб гигиена в подарок? Я это прикладываю к тому, потому что после того, как в договор был расторгнут, односторонний отказ был, почему-то ответчик предоставил суд односторонний акт, в котором якобы платно была оказана эта услуга, то есть которая не согласовывалась с моим доведителем, ну никак, просто. Ну почему они туда бы не предоставили, я не знаю, там, я не знаю, может там голову поменяли, там, или там челюсть поменяли, ну нависали бы. Вы считаете, что данная услуга у них вообще была акционная, да? Вот эти работы, которые были акционным необоснованно, включены в перечень работ, которые выполнило учреждение, ну в представленном перечне. Немножечко я не так говорю. Я говорю о том, что работы моему доверителю платные не проводились. В договоре никакие работы не предусмотрены. То, что с нее взяли предоплату, и она обивала там пороги с целью, чтобы вернули деньги, вот ее цель, туда похода. Вы говорите о том, вы прикладываете данный видеокадр, стоп-кадр. Для чего? Потому что это был акционный, это акционная была процедура, которая была, тем не менее, включена ответчиком. Для того, чтобы показать наглядно, как обманывают пациентов. Я еще раз обращаю внимание, обманывают пациентов. То есть, если вы... Мы говорим про всех пациентов, мы говорим про... Моего доверителя, в частности, если вы обратили внимание, в материалах дела есть якобы акт выполненных работ на 4,5 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, якобы рентген, полторы тысячи, якобы консультация. Насколько суд помнит, у нас сторона ответчика указывала о том, что вот этот акт выполненных работ, хотя эти работы и были указаны, но они были бесплатны. Да, уважаемый суд, мы не включали справа. Так вот, я на это и хочу обратить внимание, что когда дело доходит до суда, они об этом говорят. Но там на людей оказывают психологическое давление. Говорят, мы вам оказали работы, вы нам должны денег, понимаете? Говорят про эту чистку, которая у них в подарок, там еще что-то и тому подобное. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы не оспариваете, что все-таки истец несколько раз приходила в данное учреждение? Истец приходила в данное учреждение, но не с целью получения платных услуг в договоре, потому что договором... С какой целью? С целью расторгнуть и вернуть деньги, погасить этот кредит. Когда первые она пришла для расторжения договора? А для чего она ставила подписи в плане лечения, если она приходила расторгнуть договор непосредственно? Ну, вы дать просили ее поставить подпись, она и ставила подпись. Человек юридически неграмотный, где говорить-то списаться. Она расписалась в акте на 4,5 тысячи, и там расписалась. Она где угодно еще бы расписалась. Хорошо, понятно. Так. Ну, то есть вот в эти даты, в даты заполнения, где у нас стоит подпись пациента, то есть истец приходила для того, чтобы расторгнуть... Я такого не говорил, что она приходила в этой даты. Я предполагаю, что она могла в эти даты приходить. Когда фактически она приходила, я не знаю. Вы не знаете. Уважаемый суд, я не исключаю, что была такая акция, но поскольку она была... Этот документ был сфотографирован, вернее, произведена видеосъемка после того, как вы уже подали иск... То есть после оказания клиника услуг в Рицкой Ольге Николаевне. Мы считаем, что этот долг несущественный. На него не сходит обращать внимание. Далее. Кроме того, если вы обратите внимание, там была акция такая, за отзыв мы предоставляем... Вы делали отзыв какой-то? Там так не написано, что это не написано. Вы же сами озвучивали это. Хорошо, давайте все-таки по существу требований, значит, касаемо... Нет, да, стоит в ответчиков. Касаемо наказания услуг, вот у нас здесь не везде все-таки стоят подписи врачей, и вот что вы можете по данному поводу пояснить? Уважаемый суд, в плане лечения не везде стоят, но человеческий факт никто не отменял. Главное, подпись пациента, что эти услуги оказывают. То есть подпись Горицкой говорит нам о том, что эти услуги оказывались. Ну то есть там, где не стоят подписи вообще, то есть эти услуги не оказывались. Не оказывались и не входит в стоимость, да. Конечно. Прошу обратить внимание, уважаемый суд, что в случае, если наша клиника считает хоть малейшее какое-то нарушение прав клиента, мы либо заключаем мировое соглашение, всегда идет компенсация морального ущерба, всегда. В данном моменте мы считаем, что мы правы сто процентов, потому что услуги эти оказываны. И неоднократно, неоднократно приходила Горицкая, посещала клинику. Ну и подписи имеются опять же такие. Что касается вот этих 4,5 тысяч. Да, акт составляется, указывается цена, естественно. Но эти суммы, эти услуги не входят в стоимость ни договора, ни стоимость оказания услуг. Так, скажите, пожалуйста, вот у вас на эти услуги сделан акт выполненных работ, который подписан Горицкой. Они являются приложением к договору непосредственно, да? Но в расчет услуг они не входят. В расчет услуг не входят. А вот акт выполненных работ по состоянию на 16.01.2023, в связи с чем Горицкой не был подписан? Отказ. Выстоят отказ. Уважаемый суд, дождите. Уважаемый суд, оно не обязано составлять акт выполненных работ. Доказательством посещения и доказательством произведения услуг является подпись пациента в плане лечения. Подождите, ну а как же в отношении стоимости услуг? Ведь у вас в вашем прескуранте это общие только цены, а конкретно расписанные услуги, которые производит клиника, они должны быть расписаны либо в медицинской карте, но в любом случае, поскольку договор возмездного оказания услуг, есть и акт выполненных работ. Уважаемый суд. Это логично. Он у вас составлен. Суд спрашивает про другое. Предлагалось подписать данный акт Горицкого лечебного? С данного нет, не могу сказать. Не знаю, как обстоят. Но в данном акте выполненных работ как раз расписаны те манипуляции и те услуги, которые, по мнению ответчика, были произведены и оказаны на общую сумму 79 240 рублей. Все верно. Данные услуги описаны в медицинской карте более подробно. Поэтому они и входят в расчет стоимости услуг. Хорошо, вопросы? Поясните. Нет, а вопросы есть у вас? Да, вопросы есть. Скажите, пожалуйста, где в медицинской карте расписаны вот эти услуги? Ознакомьтесь с медицинской. Я напомню. Уважаемый суд, за что обратить внимание, что много листов просто не подписаны. Как пояснял вам доктор уже, это ведется в компьютере. Сейчас все скомпьютеризировано. Стоят программы. Договор двухсторонний. И подписываться должен со всех сторон. Вы представили суду, подписанный вашим доверителем договор, правильно? Приложение к договору подписывается. Так, хорошо, еще вопрос. Укажите сроки и каким документом прописаны те работы, которые указаны в вашем одностороннем акте выполненных работ. В плане лечения 31-го, 10-го. План лечения когда был составлен? 31-го, 10-го. Момент подписания договора на оказание услуг. В момент подписания или до подписания? Вы, встречный вопрос, вы когда подписываете договор, вы ознакомливаетесь с тем, что вы должны выполнить? Точно так же и медицинский сотрудник. Уважаемый суд, я прошу сделать замечание, я задаю вопросы сейчас в стадии моих вопросов. Вы вам ответили на вопрос, уважаемый государитель, вы снова один и тот же вопрос задаете. В том-то и дело, что в предыдущем судебном заседании представитель ответчика говорил о том, что план лечения составлялся до заключения договора. Это было четко произнесено. Так я вас сейчас и спрашиваю, вы говорите, что при заключении договора. У нас и свидетель пояснял это, представитель ИСА, что сначала делается план лечения, проводится консультация, делается план лечения, составляется. А потом уже идем по работам. Для фиксации в протоколе я задаю этот вопрос, для того, чтобы я имел представление, что суд понимает мой вопрос и вообще в связи с чем его задают. Я еще раз давайте задам. Я не получил ответ. Я хочу получить четкий ответ на мой вопрос. Не вопросом на вопрос, а ответ. Вы мне скажите, план лечения был составлен до заключения договора? Суд снимает данный вопрос. На каком основании? Поскольку ответила представитель ответчика о том, что сначала составляется план лечения, и суд это также разъяснил, поскольку это подтверждал и свидетель. А затем заключается договор. Пожалуйста, следите. Ну, я этого не услышал. Если вы так услышали, прекрасно, что до заключения договора. Скажите, пожалуйста, тогда почему в плане лечения появилась вот эта дата, 01.11.22 года? Конечно, поясню. Поясните. Потому что один план лечения, сейчас я покажу, и он есть, значит, один план лечения подписывался, и опять же, как уже один план лечения составлялся, здесь нет подписи. Как приложение к договору, да? Как приложение к договору, да? А второй план лечения является неодменной частью карты, где стоят подписи клиентов. Уважаемый суд, зачем, извиняюсь, выражение делать дурака? Уважаемый представитель ИСЦА, мы задаем сейчас у нас вопросы, стадия вопросов. Пожалуйста, говорите. Здесь четко все видно. Зачем вы сейчас вот этим занимаетесь? Ну, вы даете пояснение? Давайте я сделаю сейчас пояснение, да. Смотрите, я заявлял об этом, уже говорил. Поэтому я вынужден каждый раз повторять в судебном заседании одно и то же. И прошу меня не перебивать, чтобы это фиксировалось. А вы это в праве ограничить ваше выступление, если вы уже выступали по данному вопросу, это предусмотрено регламентом проведения судебного заседания. Я понимаю, что у вас есть такое право. Если вы хотите еще раз обратить внимание суда, на какую-либо акцентировать на что-либо, пожалуйста, слушаем вас по плану. Значит, уважаемый суд, обращаю внимание, у меня в руках два плана лечения, которые являются абсолютно одинаковыми, за исключением того, что в следующий план лечения были внесены исправления. Если вы посмотрите оригиналы, то там есть штрихом замазаны. То есть вот эта дата была уже впечатана, уже после того, я так предполагаю, уже когда дело в суд начали документы подавать. То есть вот посмотрите, один и тот же почерк, вот это все одно и то же. Потом сюда вносились изменения, и вот оно изначально, потом тут замазали, что-то исправили, и вот оно стало. Понимаете, это одно и то же, это все одно и то же. То есть вот этот был 31-го сослов, а вот этот вдруг стал 1-го числа. Так я вам еще раз объясняю, что вот этот документ, у них нету оригинала, потому что этот документ, вот этот документ. Ну, либо представьте оригинал вот этого документа. Все представили на обозрение суда в прошлый раз. Уважаемый суд, давайте посмотрим, что вот этого документа в деле нету. А вы, я не помню, кстати, вы представляли оригинал-то? Мы все оригиналы тогда представили. Обозрение, и мы должны были заверять их. По-моему, вы представили, они были без подписи. Нет, без подписи, без печати было только договоры, опять же таки, без нашей печати. Подписи были. Я тогда еще обращал внимание на то, что идут почистки, починки. Мы еще говорили о том, что номера зубов меняются, там еще что-то. То есть я говорю о том, что вот этого сейчас в деле нет и быть не может, потому что вот этот вот от 31-го числа вдруг... Допустим, есть эта копия? Да копия есть, копия. Копия, которую предоставил я, как представитель. Ну, то есть это была копия к договору, правильно суд понимаете? Нет, это документ, который... Ну, я сейчас не помню, приложено было к исковому или нет. Это было приложение к договору. А, вот у нас копия верна, вот она, вот эти документы. Но это только договор и акт выполненных работ. Ну, то, что запрашивал представители САУ. Уважаемый суд, если это представлял представитель САУ, соответственно, это являлось приложением к договору, который был передан... Уважаемый суд, у меня есть фотографии. Вот это должно быть в деле в оригинале. Оно в оригинале. Ну, давайте посмотрим. Вот оно медицинское. Да, вот развернем и посмотрим. Мы видим, что там почистки. Мы видим, что вот этот вот документ, вот эта вот ксерокопия, это вот этот документ, в который внесены изменения. Не знаю. Вот здесь у меня оригинал. Вот это я вижу. Вот здесь стоит дата. Здесь стоят подписи Горицкой, подписи врача, директора Кристалл. Вы можете сравнить вот эту вот часть документа вот с этой частью и убедиться, что это один и тот же документ? Ну, обратите внимание сюда, что мне куда нужно обратить? Смотрите, почерк направления. Здесь 43. Да, замазано шлифово. Видите, замазано шлифово? Вижу. То есть цифра 44 замазана, исправлена на 3. Вот и четверочка виднеется. И почерк, все написание, расположение букв, текста и тому подобное, это оно, он и есть. Это сделана ксерокопия. То есть сначала был вот такой документ в таком виде, а потом в этот документ внесены изменения путем замазывания, исправления и проставления вот этих дат. Ну да, это суд видит. Да. То есть я и говорю о том, что вот эта дата появилась уже потом. То есть вот этот документ был составлен 31-го, а потом в этот документ постепенно стали вноситься изменения. Ну, это не орицает же, насколько суд понимает представитель. Нет, уважаемый суд, мы в плане лечения ставили после посещения клиента, она расписывала, что она действительно там... Правильно я вас понял, что в план лечения вносились изменения? Ответьте просто, да или нет. Ну как нет? Уважаемый суд, мы только что сейчас с вами смотрим, что в план лечения... Чертонечерская экспертиза, либо какие-либо другие доказательства. Здесь не нужны технические познания, здесь наглядно видно. Железли, пожалуйста, прекратите оба. Скажите, пожалуйста, план лечения, который был первоначально к договору, он может меняться? План лечения, конечно, может меняться, поскольку, как уже пояснял медицинский работник, что в ходе выполнения работ могут возникнуть какие-то сложности, может быть, возникнут какие-то нюансы, в связи с чем, конечно же, в план лечения... Почему вы тогда включаете нет? Так, в какой план лечения? Я задаю простой вопрос. Вносились изменения? В котором он держит в руках, он показывает план лечения, держит в руках. В этот план лечения не внесены изменения? Смотрите, 43, здесь 44. В план лечения вообще из ЦАР вносились изменения, вот исходя из... Это уже, уважаемый суд, это пояснял уже медицинский представитель. Так вы поясните, я задаю конкретный вопрос. Вносились изменения? Вопрос для, уважаемый суд, можно... Уважаемый суд, я хочу просто пояснить. Представитель ответчика нет. Еще есть вопросы к представителям? Обращаю внимание, что... Вопросы есть у вас представитель ответчика? Я прокомментирую. По стадии вопросов. Комментировать будете позже. Хорошо, скажите, пожалуйста, каким образом вносятся любые изменения в договор? В план лечения, там еще какие-то документы? Каким образом? Как в договоре прописано? Подпись клиента стоит? Согласен, стоит? Подпись клиента была поставлена 31 числа. Здесь стоит подпись клиента, что она согласна? Здесь нет подписи врача. Клиента вашего доверителя стоит? Отверьте. Здесь здесь подпись стоит, моего доверителя. А здесь не должно стоять подпись. Где здесь написано что-то приложение к договору? Где здесь написано? Здесь написано. А это не должно быть? Задавить другой вопрос. Отверьте, пожалуйста, на этот вопрос. Предположены ли договором и каким пунктом внесения изменений? Каким образом производится внесение изменений в план лечения? 8.7 я вам подскажу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. Ну, тогда такой вопрос. Были ли заключены, заключались ли из том дополнительные соглашения какие-либо? Нет, уважаемые. Не заключались. А в чем проблема? Так, пожалуйста, не вы сейчас задаете вопросы. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу пункта 4.8. Договора. Если ваш пациент отказался от услуг, вы удерживаете денежные суммы, которые он произвел в качестве предоплаты? Нет. Тогда скажите, почему в пункте 4.8 об этом говорится? Не могу вам сказать. Я не являюсь директором. Это договорная система. Вы признаете, что этот пункт нарушает права потребителей? Я не буду отвечать на этот вопрос. Не буду. То есть, когда вы требуете от меня отвечать, вы отвечаете, а на мы не хотите отвечать. Ну ладно, это ваше право. Я не заключала, я не составляла этот договор, я не заключала этот договор, я ищу представителя в суде. Еще вопросы. Скажите, пожалуйста, существуют ли в природе приложения к данному договору в виде перечня платных медицинских услуг пациента? Еще раз, пожалуйста, вопрос. Согласно пункту 8.3, неотъемлемой частью настоящего договора является перечень платных медицинских услуг пациента. Я задаю вопрос. В материалах дела вы не представили перечень платных медицинских услуг пациента. В связи с этим вопрос, он вообще есть? Конечно. Вы можете его предоставить в суд? Мы представили прескурант Сенс, который может ознакомиться потребитель при входе. Эти прескуранты, они находятся в каждом кабинете клиники. Правильно я вас понимаю, что за перечень платных медицинских услуг пациента вы выдаете прескурант? Мы не выдаем, мы выдаем план лечения, согласно которому производится медицинская манипуляция. Стоимость услуг согласно прескуранту. Правильно я вас понимаю, что план лечения и перечень платных медицинских услуг пациента это одно и то же? Еще раз. Правильно я понимаю. Перечень платных медицинских услуг и план лечения это одно и то же? Я считаю, да. У нас все услуги платные. Все услуги. У нас нет бесплатных услуг. Это платная клея. Вы только что недавно сказали, что у вас есть бесплатные услуги, за которые вы деньги не берете. Не нужно цепляться, об этом сказала представитель. Ну так, что каждый раз вот это вот. Так, хорошо, это следующий вопрос. Исследование материала сделано окончено, какие-то дополнения имеются? Нет, нужно. Дополнения какие-то имеются? Ну, уважаемый суд, как бы вы считаете, что мы исследовали что-то, но... Исследованы материалы дела. Огласили. Какие-то дополнения имеются? То, что касается приобщить какие-то дополнительные материалы, нет. А дополнения? Дополнения, ну, получается, что в премиях я буду говорить. Надеюсь, мне никто уже крививать не будет. Суд информирует, что председатель сущих праве ограничить и выступление в премиях, в ходу 6-й суток процесса. Разрешается вопрос о возможности окончить рассмотрение дела по существу, перейти к судебным премиям. Нет возражений? Нет, уважаемый суд. Нет. Суд определил окончить рассмотрение дела по существу, перейти к судебным премиям. Слово в судебном премии предоставляется представитель лица. Время для выступления суд ограничивает 5 минутами для обоих участников процесса. Ну, с учетом того, что вы ограничили меня по времени, начну с самого главного. Согласно закону о защите прав потребителей, статья 16, часть 3, исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, оказывать дополнительные услуги за оплату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ, услуг, а если они оплачены, вправе потребовать от исполнительного возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на выполнение дополнительных работ, оказание дополнительных услуг за оплату, оформляется исполнителем в письменной форме, если иное не подусмотрено законом. Обязанность доказать наличие такого согласия или обстоятельств, в силу которого такое согласие не требуется, возлагается на исполнителя. Вот это основная норма, на которую я прошу обратить в суд при вынесении решения. Почему? Потому что тот договор, который был предоставлен в суд, он заключен, но исполнялся как рамочный. А именно со стороны моего доверителя была внесена предоплата за предполагаемое лечение, которое должно быть, было согласовано, а именно конкретные сроки, конкретная цена, конкретное наименование, то есть перечень услуг. И именно об этом говорится в пункте 8.3, где сказано, что неотъемлемой частью настоящего договора являются перечень платных медицинских услуг пациента. Ну, в рамках всего договора слово пациент, это имеется в виду мой доверитель Горицкая Ольга Ивановна. Это персональный документ, это не прайс, это не план лечения, это конкретное отдельное приложение к договору, согласно которому должны проводиться работы. Хочу обратить внимание, что предмет договора предусматривает не только цену, сроки, но и вид работ. В договоре ничего не предусмотрено. Соответственно, любые работы, которые проводились под любым соусом, но они не были согласованы, вот по этим параметрам, сроки, цена и вид работы, не могут удерживаться клиникой с моего доверителя. Первый момент. Второй момент. Никакие доказательства в суд не предоставлены, что вообще какие-то работы оказывались в рамках этого договора. Поскольку это невозможно, потому что в договоре это и не предусмотрено, но и таких документов не предоставлено. Акт, который предоставлен, является односторонним. Он даже не предусматривает подписание со стороны моего доверителя, то есть пациента. Он составлен уже после расторжения договора. То есть этот документ является ненадлежащим доказательством. Он не может быть положен в основу решения суда. Более того, при изучении мы увидели, что имеются определенные противоречия. Не всегда совпадают определенные работы по именованию с планом лечения. План лечения был составлен до заключения договора. Это как ориентир, что необходимо пациенту сделать. Но конкретные работы должны быть предусмотрены именно перечнем платных, я подчеркну, платных услуг пациента. Платных. В материалах дела есть документ, подтверждающий, что моего доверителя вводили заблуждение, а именно наличие акта выполненных работ на 4,5 тысячи, который мой доверитель подписал. Хотя, как сторона ответчика сказала, что эта работа не являлась платной. Но в то же время, по какой-то причине эти документы они требуют подписать. Хочу обратить внимание на разногласия позиции ответчика о том, что односторонний акт и акт приложения оформлены по-разному. То есть, в одном случае они требуют подпись моего доверителя, но при этом услуги являются бесплатные, о чем они заявляют. А в другом случае, когда они заверяют, что эти услуги были платные, которые якобы были оказаны, но в то же время подпись моего доверителя не предусматривают. Вообще, хочу обратить внимание, иск подлежит удовлетворению на основании того, что закон защищает потребителей от такого обмана, когда пытаются навязать какие-то дополнительные работы, услуги, требовать оплату. Прошу иск удовлетворить полностью. С учетом того, что были нарушены права потребителя, я считаю, что есть все законы основания для взыскания компенсации морального вреда. Прошу учесть, что человек пожилого возраста и испытал очень много страданий в связи с тем, что такая вообще ситуация произошла. В связи с тем, что добровольно отказались исполнить требования моего доверителя, соответственно, прошу взыскать и штраф в размере 50% от взысканной суммы. Все. Оглашается резолютивная часть решения именем Российской Федерации 12 мая 2023 года Октябрьский районный суд города Мурманска в составе председательствующего судьи Москвы и пресс-секретаря Житникова рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Горицкой Ольги Ивановны КОО «Кристалл» в взыскании денежных средств по договору оказания услуг убытков неустойки защиты прав потребителя руководства статьями 194 и 198 Гражданского профессионального кодекса решил из Горицкой Ольги Ивановны удовлетворить частично взыскать СОО «Кристалл» денежные средства по договору оказания услуг в сумме 11 640 рублей компенсацию морального вреда 3000 рублей штраф в сумме 5000 рублей судебные расходы по оплате услуг представителя 27 500 рублей всего 47 140 рублей в остальной части требования отказать взыскать СОО «Кристалл» ИНН 519-008-39-64 заход соответствующего бюджета государственного пошла в сумме 766 рублей Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд города Мурманска в течение месяца дня изготовления решения в окончательной форме В окончательной форме решение суда будет изготовлено в течение 5 рабочих дней в течение 5 рабочих дней направлено сторонам почтовой корреспонденции Судебное заседание является закрытым